Как сохранить историю и не нарушить облик города новыми зданиями? На Совете архитекторов при главе региона обсудили генеральный план и проблемы городской среды, которые необходимо решить. В Ульяновской области строятся жилые массивы. Инфраструктура должна также развиваться пропорционально, а объекты культурного наследия и современные постройки гармонично друг друга дополнять. И речь здесь скорее обращать культурные преемственности. Речь идёт не только о дореволюционном наследии, но и об архитектурных памятниках советского периода. Особо в его центральной части. Не должно быть конфликта города прошлого и города будущего. О проблеме сохранения ценных исторических зданий говорят и деятели культуры. От 30 до 70% объектов в полуразрушенном состоянии. Самые проблемные вызывают беспокойство у нервнодушных людей. Я очень переживаю за филармонию. Мне кажется, что промедление с принятием решения о том, в какие сроки будет реставрироваться этот объект, уже очень опасно для самого памятника. Мы видим множество табличек, которые сообщают нам о том, что этот дом является памятником. И видим, в каком состоянии он находится. В Ульяновской области архитекторы есть, но пора бы уже задуматься о преемниках. Для того, чтобы вырастить новые кадры, в регионе организовали студию детского архитектурного творчества «Сад». Социальные проекты воплощают в доме архитектора на улице Карла Маркса. Автор идеи Сергей Арнольдович Конгро. Радует то, что центр по-настоящему уже работает. Молодые устраивают там выставки художественные. И серьезные наши архитекторы устраивают свои выставки. Буквально недавно прошло такое молодежное мероприятие. Поэтому просьба поддержать работу нашего регионального архитектурного центра. Какие-то совместные встречи организовать, решить тему статуса данного предприятия. И, может быть, наметить пути развития. Обсудили также организационные моменты в градостроительстве. Годом ранее для более эффективной и слаженной работы в Минстрое предложили комплексный подход в оформлении документации. Так, в Ульяновской области создали схему территориального планирования. В ней описаны единые правила взаимодействия органов местного самоуправления и государственной власти. Также по поручению Алексея Русских возобновит работу градостроительный совет. Эксперты будут контролировать застройку новых и сохранение ценных объектов. На совещании также предложили изменить генеральный план на более актуальный, отвечающий современным реалиям.